В одном из популяционных исследований с медианой длительностью наблюдения 12 лет у пациентов со злокачественными образованиями был значительно высший риск развития сердечно-сосудистой смертности, инфаркта, миокарды, инсульта, сердечной недостаточности, развития тромбоэмболии, легочной артерии. В сравнении с пациентами без злокачественных наобразований. При этом кардиоваскулярный риск значительно повышен при злокачественных наобразованиях мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, органов грудной клетки и центральной нервной системы. Что же вызывает, какие причины у онкологических пациентов, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых осложнений? Во-первых, самую главную роль это влияет наше противоопуховое лечение, связанное с злокачественными образованиями, которые вызывают кардиологические осложнения. Надо всегда помнить о том, что пациенты у нас это старшая возрастная группа, у которых уже имеется коморбидный фон, сопутствующие заболевания. И немалую важную роль играет само злокачественное образование, так называемый опухоль, социирный фактор риска кардиотоксичности. Если говорить про коморбидность, также в этом популяционном исследовании было отмечено, что у пациентов с злокачественным наобразованием, в отличие от пациентов без злокачественных наобразований, были распространены такие состояния, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, перенесенный инфаркт миокарда и сердечная недостаточность. Также встречались дислепидемии. Из несердечно-сосудистых заболеваний отмечена хроническая абстрактивная болезнь легких и в 8% случаев встречалась депрессия. Но необходимо также отметить, что у пациентов с увеличением стадии заболевания риск развития сердечно-сосудистых ослаблений значительно увеличивается и иногда приводит к неблагоприятным последствиям. Что касаемо опухолицеирных факторов риска кардиотоксичности, здесь имеются как прямые механизмы, так и косвенные механизмы. Потому что само злокачественное образование часто приводит пациентов к развитию кохесии, нутритивной недостаточности. Это преобладание процессов катаболизма, что влияет негативно как на скелетную мускулатуру, так и на сердечную мышцу, приводя к осложнениям. Но и сама опухоль может активно провоцировать выброс кровотока, так называемых провоспалительных цитокинов. И ряд таких факторов, которые могут воздействовать, приводить к риску тромбоза и к эндотериальной дисфункции уже непосредственно с развитием осложнений. И также очень часто, ну по крайней мере я как химиотерапевт, мы недооцениваем роль межлекарственного взаимодействия, что также может усиливать токсичность наших препаратов. В лечении онковорологической патологии используются все классы противоопухолей лекарственной терапии. К ним относятся и гормонотерапия, и химиотерапия, и таргетная, и иммунотерапия. Помимо гематологических и негематологических осложнений, практически каждый класс препаратов сопряжен с рядом сердечно-сосудистых осложнений. Что же такое кардиотоксичность? Это термин, который включает в себя различные нежелательные явления, связанные с сердечно-сосудистой системой на фоне лекарственной терапии онкологических больных. И кардиотоксичность может развиваться во время лечения или после его окончания. И в зависимости от типа обратимости делится на два потипа. Первый тип является необратимое, наверное, для всех сидящих в зале. И самый яркий представитель – это антрациклины, которые вызывают непосредственно некроз и гибель кардиомиоцитов. И второй тип – это обратимая дисфункция миокардиоцитов за счет митохондриальных и протеиновых повреждений. И такой тип характерен для препаратов таргетной терапии и, конечно, не зависит от кумулятивной дозы. Первое, с чего мы начнем разбирать класс препаратов – это гормональная терапия. Наиболее часто она применяется у пациентов с раком предстательной железы. Это антроген-депрессионная терапия. Она назначается более чем в 40% случаев при данной патологии. И среди нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы необходимо отметить, что высокий риск развития артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, инфаркта миокарда и также антроген-депрессионная терапия вызывают ряд метаболических изменений и прогрессирование атеросклероза. В крупном метанализе, который включал более 8 исследований, было доказано, что терапия агонистами в сравнении с антагонистами повышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений при применении данной терапии. И еще сравнивались в клинических исследованиях два препарата – абиротерон и энзолутамид. При этом абиротерон в сравнении с энзолутамидом повышал риск развития инфаркта миокарда и инсульта на 31% выше в сравнении, чем энзолутамид. Следующий класс препаратов, которым высокая вероятность развития сердечно-сосудистой токсичности – это ингибиторы сосудисто-эндотериального фактора роста. Эти таргетные препараты можно разделить на два подкласса. Это моноклональные антитела против самоососудистого фактора роста и тирозинкиназные ингибиторы. Практически для всего класса этих препаратов выражено развитие артериальной гипертензии. Это обусловлено механизмом действия. Если посмотреть частота встречаемости развития в клинической практике артериальной гипертензии, то наиболее лидирующие позиции занимает препарат ленватиниб. Также помимо артериальной гипертензии они могут вызывать развитие сердечной недостаточности, пролонгирование интервала КУТЭ, а также развитие тромбоэмболий, как венозных, так и артериальных. Механизмы развития артериальной гипертензии – это связано с непосредственным ингибированием сосудистого интериального фактора роста, так как при этом повышается уровень вазоконстрикторов эндотелина-1 и снижается уровень оксида азота, который является мощным вазодилататором, и за счет этого реализуются их нежелательные явления в виде артериальной гипертензии. Класс иммунных препаратов, который сегодня в клинических примерах доказал свою эффективность в плане поддерживающей терапии, длительного ответа на лечение, причем у метастатических пациентов, – это ингибиторы иммунных контрольных точек. Но не следует забывать, что ингибиторы иммунных контрольных точек вызывают ряд неблагоприятных, так называемых иммунопосредственных нежелательных явлений. Но риск развития сердечно-сосудистых осложнений при терапии ингибитора иммунных контрольных точек, он крайне низко встречается, частота составляет менее 5%, но если все-таки развивается сердечно-сосудистые осложнения, для которых наиболее характерно это развитие миокардита, то уровень летальности составляет более чем 50%. И при этом надо отметить, что именно для этого класса осложнений медиана наблюдения, когда развивается миокардит, составляет всего 30 дней, хотя мы говорим, что в нашей практике, чтобы реализовалось иммуноопосредственное осложнение, должно пройти как минимум 4-8 недель. Тогда мы можем говорить, что это иммуноопосредственное осложнение. Но при этом на основании клинических исследований в 93% случаях у пациентов, у которых развивался фульминатный миокардит, всего лишь получали 1-2 цикла иммунотерапии. Помимо прямого повреждающего воздействия на кардиомиоциты, которые обусловлены непосредственно цитоагрессивными Т-лимфоцитами, иммуноопосредственно также может поражение сердечной мышцы встречаться опосредованно. Допустим, к примеру, через развитие гипертиреоза, который может приводить к развитию различной аритмии. И самый, наверное, используемый ходовой класс препаратов в онкоурологической патологии – это химиопрепараты. В онкоурологии принимаются зачастую практически все классы химиопрепаратов. Сегодня мы подробно разобрали о препаратах платины, которые, да, могут действительно вызывать сердечную недостаточность. При этом процент развития сердечной дисфункции составляет около 8%. Но хотелось бы остановиться на двух классов препаратов, которые наиболее часто применяются в терапии. Это токсаны, которые используются наиболее часто при рефракторных раках предстательной железы. С чем связывают его кардиотоксичность? Вообще токсаны стабилизируют микротрубочки, снижают их деперлимеризацию и концентрацию свободного табулина. И за счет этого повышается плотность микротрубочек и вызывается гипертрофия миокарда, при этом вызывая диастолическую дисфункцию. Кардиотоксичность антрациклинов реализуется через окислительный стресс. Здесь блокируется топоизомираза 2, и это приводит к непосредственно гибели кардиомиоцитов с развитием дилетационной кардиомиопатии. Но в процессе лечения риск сердечно-сосудистых осложнений – это всегда является динамичной переменной, потому что наши пациенты, когда мы их стратифицируем, могут относиться к высокому риску развития кардиотоксичности, могут относиться к низкому риску кардиотоксичности. И зависимо от того режима терапии, который мы выберем, этот риск может измениться. Допустим, из-за низкого риска он может перейти в высокий риск, а из-за высокого риска с помощью первичной и вторичной профилактики кардиопротективной терапии он изменяется в умеренной и может даже снизиться до низкого риска. И здесь необходимо в дальнейшем продолжать наблюдение этих пациентов в течение года, чтобы выбрать ту когорту пациентов, которые нуждаются непосредственно в длительном динамическом наблюдении, потому что частота сердечно-сосудистых осложнений сохраняется на протяжении многих лет. В течение 10 лет частота увеличивается. И это позволяет нам спрофилактировать и, собственно, не произойти катастрофы. Раньше в клинической практике при оценке риска кардиотоксичности мы использовали шкалу МАЁ, которая предложена была нашим российским обществом кардиологов. И она складывалась из двух компонентов. Первый – это риск связан с планируемым препаратом, классом препаратов. И второй компонент – это риск уже непосредственно связан с самим пациентом. И в зависимости от того, какое количество баллов пациент получал, он далее стратифицировался на определенные риски. В 2022 году Европейским обществом кардиологов была предложена шкала Айкос. Она является дополненной по определенным классам препаратов. И здесь оценивалось уже предшествующее лечение. И клиникоинструментальные обследования, такие как оценивались и ЭКГ у пациентов до начала терапии, и сердечные биомаркеры. Я хочу обратить внимание всех сидящих в зале, что стратификацию риска оценивает врач-онколог перед назначением противоопухоли в лекарственной терапии. А дальше уже от того, какой риск был проведен, пациенты стратифицируются на группы низкого риска, умеренного риска, очень высокого риска. При этом пациенты из группы низкого и умеренного риска, они должны начинать немедленное противоопухоли лекарственной терапией. И, как правило, здесь зачастую терапии, точнее, не требуется направление к кардиологу. А вот у пациентов с высоким и очень высоким риском здесь всегда должна работать команда, междисциплинарное взаимодействие, кардиолога и онколога, для того, чтобы соотнести максимально возможные риски и пользы от назначения того или иного режима кардиотоксичных препаратов. Может быть, возможно, пациентам понадобится кардиопротективная терапия. И у пациентов, у которых отсутствуют сердечно-сосудистые заболевания, и для которых риск кардиотоксичности не стратифицирован, то есть те группы препаратов, допустим, фторпирамидины, платины, токсаны, андроген-депривационная терапия, мы используем рутинную шкалу, шкала СКО. И медикаментозная профилактика, она назначается совместно с врачом-кардиологом. Еще раз повторюсь, что у пациентов высокого, очень высокого риска в качестве медицинской профилактики мы даже можем начинать за неделю до назначения противоопухолиотерапии. Здесь могут использоваться и ингибиторы ангиотензина, превращающего фактора, блокады рецепторов к ангиотензину, статина в низких дозах. И в случае успешного профилактики мы начинаем противоопухолевую терапию. И это в дальнейшем требует от нас более интенсивного мониторинга в зависимости от риска кардиотоксичности. Поэтому у пациентов в зависимости от того, к какому классу они относятся, риск, точнее инструментальные методы обследования, клинико-лабораторные методы обследования, они будут разняться. И пациенты очень высокого риска наблюдения в процессе лечения, как правило, назначаются после двух, после трех курсов химиотерапии. И дальнейшие наблюдения после окончания уже лекарственной терапии через 3, 6 и 12 месяцев. У пациентов промежуточного и низкого риска, как правило, мы проводим лабораторные инструментальные методы обследования после окончания лучевой терапии. И, как правило, через 3, 6 месяцев. Прийти к такому выбору, что на сегодняшний день кардиоонкология и кардиотоксичность являются достаточно актуальными проблемами, потому что, в отличие от других осложнений при проведении лекарственной терапии, это может вызвать приостановку или даже прервать лечение. И поэтому, чтобы такого не происходило, чтобы выживаемость наших пациентов оставалась такой же на уровне, необходимо проводить тщательную стратификацию пациентов по кардиотоксичности и своевременную диагностику и коррекцию сердечно-состудистых осложнений. Лилия Адиповна, спасибо большое за предоставление такой всеобъемлющей информации. По моему скромному мнению, новому направлению кардиоонкологии. И с учетом того, что у нас не очень много времени, я предлагаю только один вопрос. Есть ли у кого-то? Можно вопрос? Конечно. Как Вы проводите профилактику кардиотоксичности? Как Вы понимаете главу в рекомендациях Русска в реальной клинической практике? Что конкретно Вы делаете? Что конкретно мы делаем? У пациентов мы, во-первых, их стратифицируем в зависимости от развития риска кардиотоксичности. И если мы понимаем, что у нас, допустим, мы используем антрациклины, то на сегодняшний день мы применяем шкалу, которая предложена Европейским обществом кардиологов. И дальше уже мы, если мы понимаем, что пациент относится к высокому и очень высокому риску, то мы ведем такого пациента совместно с кардиологом. — Более подробно. Какой спектр лабораторных анализов Вы используете? Кто проводит мониторинг? Мы знаем, что прописаны как минимум четыре позиции. Липопротеиды низкой плотности, либо протеиды высокой плотности, холестерин и три глицериды. — Да, совершенно верно. — Кто это делает? — Все. Так как тактика, если мы говорим про первичного пациента, которая тактика определена мерцисплинарным консилиумом, то каждому пациенту у нас выдается определенная памятка, какие лабораторные анализы ему необходимо сделать до начала лечения. Куда входит обязательно общий анализ крови, биохимический анализ крови. Не всегда у пациентов есть возможность сдать тропонины или сердечные маркеры из группы высокого, очень высокого риска. И иногда в нашей клинической практике мы ограничиваемся лишь назначением тропонина. Но если, допустим, мы понимаем, что заведомо пациент коморбидный, со сложными сердечно-судистыми осложнениями, то и консультация кардиолога в первую очередь еще идет. — Креатинфосфокиназа, каждые три цикла иммунотерапии. Вы это реализуете сами? Или лаборатории по МЖ? А лаборатории по МЖ способны осуществить? — На самом деле. — Мониторинг креатинфосфокиназа. — Ирина Владимировна, на самом деле, вот насколько сейчас проверяются истории болезни, это очень ответственно. И там даже, например, были такие случаи, когда фосфор иногда мы не определяли, либо не оценивали его завышенной позиции, то тогда выставлялись очень большие счета. И теперь, чтобы пациент поступить без каких-то показателей, а вот эти показатели креатинфосфокиназа, они обязательно берутся тогда в нашей лаборатории. То есть перед началом лечения пациенту. И это все контролируется. В зависимости от изменений, которые мы получаем, также мы их контролируем. Единственное, что есть сложности с натриуретическим пептидом. Вот это большая сложность, потому что... — Ну и натриуретический пептид на основании предложенным обществом кардиологов не всегда рутинно используется. — Вот. Но если требуется его определение, то мы также забираем сыворотку и исследования делаем уже на базе областной больницы. — Как часто пациент находится в цикле длительное время? Он имеет... Ну, если мы говорим про стандартного пациента, находящегося с хроническим заболеванием, получающего противопухолекарственную терапию, не менее 30 госпитализаций в год. — Как часто Вы осуществляете мониторинг всего того перечня обследования, который прописан в соответствующей главе практических рекомендаций? — Ну, если это высокие, очень высокие, то клинические рекомендации требуют каждые два цикла. Значит, мы их выполняем. — Ну, наверное, штраф от страховых компаний для нас больше, если мы их не возьмём. — А Вас уже начали штрафовать за отсутствие? — Да. — Кто занимается цифрованием ДОС кардиопротективных препаратов? — Кардиолог. — Нам, к счастью, повезло, и у нас есть кардиолог в штате, и мы всегда с ним консультируемся. — Скажите, пожалуйста, шкала «Скор» у Вас вклеивается в медицинскую документацию, отмечаете так, как в бланках шкалы Харана, Каприни, проблемные позиции? То есть с Вас требуют методологию расчёта рисков или нет, вот эксперты страховнической организации? — Нет, не требуют. — Спасибо Вам огромное. Я предлагаю… Да, спасибо ещё раз. — Спасибо.